На календаре 22 августа. Край ста ключей. Именно так прозвали Исаклинский район Самарской области за его родники и святые источники. У одного из них, родника в честь Спаса Нерукотворного, есть свое предание. По одной из легенд, 22 августа 1859 года во время ночного богослужения в церкви люди наблюдали на небе светлые лучи. Затем сверху над родником появилось два больших столба красного цвета. Молящийся народ принял это явление за особый знак Божьей милости. И с тех пор этот источник считается святым. 22 августа 1919 года газета «Волжская коммуна» рассказала о планах развития Самары. Через 45 лет, писала газета, в Самаре предполагается будет 600 тысяч жителей, поэтому в плане предусмотрены районы для мелкого индивидуального строительства. По проекту предполагается, что через 30 лет Самара достроится до садов. Одновременно с этим центр города будет максимально уплотнен, а промышленные и торговые районы будут строго разграничены. В связи с ростом города центр его переместится за Жигулевский завод. Вредные для населения районы ликвидируются. Как показала история, этим планом было суждено стать реальностью. И о еще одном изменении в облике города писала «Волжская коммуна», но уже 13 лет спустя, 22 августа 1932 года. Тогда обсуждался вопрос места установки памятника Чапаева. Первый в стране памятник герою гражданской войны первоначально предполагалось установить на театральной площади, но возникли проблемы с размещением стройматериалов. Тогда был предложен новый вариант – возвести монумент на перекрестке Рабочей и Чапаевской улиц. Но автор памятника Матвей Генрихович Манезер высказался против. И, несмотря на то, что первый котлован уже зарыли, было решено, что все-таки памятник будет на театральной площади. Там он стоит и по сей день. Сегодня Россия отмечает День государственного флага. Законным отцом триколора считают Петра Первого. Он сам сделал графический эскиз и определил порядок горизонтальных полос. Позже император Всероссийский издал указ, который гласил, что на торговых всяких судах должны поднимать бело-синий-красный флаг. Однако официальный статус трехцветный российский флаг приобрел только в 1896 году, накануне коронации Николая II. А в 1918 году большевики заменили его на революционное красное полотнище. И лишь 1991 год вернул трехцветный российский флаг на свое исконное место. 22 августа на свет появился Лев Адольфович Финг, почетный профессор Самарского государственного университета, известный ученый, литературный и театральный критик. И Ваган Гайкович Каркарьян, известный самарский архитектор и художник, автор многих проектов. Дома актера, второй очереди набережной Волги и дворца бракосочетаний. 22 день августа также были рождены. Французский композитор, ярчайший представитель музыкального импрессионизма Клод Дебюси. Американский писатель, известный по антиутопии 451 градус по Фаренгейту, циклу рассказов «Марсианские хроники» и роману «Вино из одуванчиков» Рэй Брэдбери. Российский актер театра и кино, популярный телеведущий Марат Башаров и другие популярные люди. Именинников сегодня много. Не забудьте поздравить с Днем Ангела всех, кого зовут. Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан и Яков. 22 августа в народном календаре День Матфея. С Матфеей приближение осени становилось очевидным. Воздух остывал, а в небе все чаще появлялись тучи. Об этом дне в старину говорили так. Матвей ненастья подпускает, летний дождь осенним перебивает. Это все, что мы успели вам рассказать про 22-й день последнего календарного месяца лета. Хороших выходных и новых положительных эмоций.